город магнитогорск один из самых разумных городов на земле по планировке сам неразумным движением но ребята давайте отойдем от принципа что вам когда-то надо быть главнее своего начальника то есть когда вы сели за руль вы считаете себя вообще пупом земли и все остальные должны приклоняться перед вами если вы едете по главной дороге да и вам надо быстрее всех проехать именно тот перекресток и что в итоге случается в итоге случается то что вы попадаете и на бабки и на время как этого всего можно избежать но пункта быть все-таки взаимовежливыми и немножко соблюдать дистанцию пункт б понимать что любое дтп это не те 15 секунд которые машина делает хрязь бунц бамц это еще и два-три часа а может быть 5 и 6 ожидания службы разбора и затем уже в централке вас еще помаринуют 5 часов потому что извините вручную писать протоколы это не каждый добрый лейтенант гаи может особенно когда их в день по 100 штук приходится писать так что давайте включать голову теперь я вам сэкономлю деньги вместе с палом базаровым который держит здесь у себя клуб феникс по быстрой и качественной скажем так фэйслифткингированию а точнее ремонту вашего автомобиля вот так вот я замочил смотрите если вы допустим опаздываете на стрелку которая принесет вам ну миллион рублей стоит ли заморачиваться об треснутом бампере и расколотой фары смысла нет ведь потом вы попадаете на страховку если виноваты и и на длительный ремонт хотя всего этого можно избежать потому что ну в египте допустим в турции такие мелочевки как-то допустим шорку 0 крылышко они ремонтируются за день-два в принципе все это можно здесь сделать упала базарова а теперь мы рассмотрим самую интересную часть я бы назвал попники это те кто не соблюдают дистанцию во сколько стоит восстановление вашего лица треснутого по попу чужого автомобиля особо нервных глупых и самоуверенных попросим на две минуты переключить телевизионный канал остаются разумные спокойные и понятливые ну вот с вами пообщаемся пока вы смотрите на чудеса творимые специалистами клуба феникс очень скоро настанет 10 лет поощряем всеми хроническому беспределу на дорогах это мы по истории обязательного страхования автогражданской ответственности уже полпоколения автолюбителей выросло и честно это не лучшее поколение напрочь забывшие чувство ответственности на дороге это насколько неприятно для кошелька что под дыру в семейном бюджете случае дтп в магнитогорске в городе с населением генетически угнетенным и униженным а началось все с момента строительства ситуация кстати драматичнее где чем-либо раб работяга купив себе автомобиль на два часа в безнаказанности защищенный страховым полисом чувствует себя ну при великим начальником на дороге доступность более или менее приличных кредитных аномарах защищенных каско доводит состояние вседозволенности в абсолютно неприличные рамки но в случае дтп надутость тех кто рамцы то малость попутал в миг слетает и вы имеете дело со страховыми компаниями это если вас если вы в случае каско цена в разы увеличивается имея дело с дилерскими гарантированными сервисами это если вы наивно верите в гарантию а вот тут то и начинается самое интересное услужливость страховых вы видите только когда слюняете деньги за страховку страховые имеют своих оценщиков и чтобы добиться реальных бабок высококачественного сервиса ухлопать пройдется через суды год как минимум и даже если вы счастливые изнасилованные деньгута и получите то дальше в очередь люди перефразирую по возможности мягче слова шарикова в очередь потому как в сервисах очень качественных из таких же страдальцев очередь и немалая расскажу как ездят профессионалы и куда они обращаются профессионал ездит спокойно избегая резких ускорений и торможений профессионал совершает опасные маневры только будучи уверенным на сто процентов и имея запас в динамике и торможение при переезде перекрестка он снизит скорость и не будет доказывать правоту на дороге профессионал в случае неизбежных повреждений сведет их минимум как и опасность для пассажиров профессионал даже при дтп наймет независимого и правильного оценщика выпишет счет в дилерском центре приедет вот в такой клуб как феникс через интернет с недельной доставкой закажет запчасти отремонтирует авто здесь же через неделю а получив и выбив страховку на дельту либо закроет часть кредита либо платит новая каска либо смотается пятерку в турцию или египет достойно отмечать победу над страховщиками это были лично мои советы теперь советы павла и так как всегда комментарии специалиста что у нас случилось внезапно выпал гололед что да снег выпал гололед появился и вот типичный пример прилетел человек ну называется несоблюдение дистанции до дистанцию нас не любит соблюдать более того кто любит соблюдать дистанцию себя как это сказать то обвиняет тех кто впереди них что они перед ними вклинились а вот так вот даже да то есть перед этой машины вклинилась другая машина чек тормознул и в него тут же въехали мы видим типичный удар скажем так филейную часть что здесь повреждено здесь поврежден бампер сместилось крыло поврежден багажник и внутренней части то есть лонжерон уже сместился со своего места небольшая вмятинка есть на крыше из-за того что лонжерон прогнулся и сама само отделение багажника пол багажника если человек на отечественной машине прилетает ну допустим в джип надо объяснить что но в последний момент не надо до упора штормозить что тогда мнется у джипа нету кто въехал допустим восьмерка прилетает в джип у восьмерки все спереди будет смятое рамка радиатора фары сломаны бампер сломанный капот там капот бывает с петель срывается в лобовое ударяется крылья мнутся если лонжероны гнутся опять же может и крыша помяться ну давайте все таки не будем так пугать людей скажем за сколько по времени можно восстановить отечественный автомобиль при наличии запчастей ну такой если не с не сильный удар не сложной работы запчасти как правило на наш машину всегда есть из три дня 4 максимум совсем если допустим это иномарка который в попу прилетели то есть но бампер лопнул и есть ли смысл выбрасывать либо можно восстановить тут все зависит от цены бампера бампер в принципе можно почти любой восстановить мы восстанавливали как бы это назвать пазл когда мне принесли бампер реально в пакете и вот из кусочков он был собран восстановлен установлен на автомобиль покрашен и мне бы хотелось напомнить про меру ответственности сегодня но лично для меня необходимо знать в лицо того кто лечит меня и моих родственников и готов в том числе того кто меня кормит и того кто ремонтирует мне машины с обезличенными сервисами клиниками и продавцами общаться имея неприятный опыт теперь как то не хочется но это мое лично мнение так вот автомобили ставшие частью моей жизни я доверяю только двум людям и они за свои дела отвечают угадайте о ком из них на речь шла в этом сюжете ой вы знаете по моему все все подруги которые у меня есть обслуживается только здесь замена колеса это в первую очередь маленькие там какие-то поломки где-то проткнулся где-то что-то случилось это мы скорее даже звоним что паша я вон там за углом вот вот не доехала до вас пожалуйста хоть кого-нибудь пришлите проблем нет очень его очень его любим очень его любим я узнаю что допустим для женщины всегда мелко дтп это трагедия так ли это трагедия большая ну как бы всегда паника сразу жалко ну жалко машину состояние вроде кто виноват что случилось как я могла там просмотреть или что-то трагедия большая трагедия для человек со стажем понятно что раз в три года все равно что-то случится но с учетом наших ну немножко хамоватых мужиков водители это еще чаще случается что можете посоветовать тем девушкам которые ну там бампер шоркнули там дверку немножко помяли ну так чтобы мужик то не знал а тот придет представляете да приехала ой мама мама ну во первых не надо этого бояться сейчас у нас это все решимо ну шеркнул ну ничего страшного приехали он к паше он вам сделает за пять минут и муж ваш не узнает никогда что с вами случилась такая беда но и самые опытные люди все-таки едут сюда потому что здесь делают машины очень быстро потому что но нету громадного бюрократического аппарата как сюда доехать не буду называть здесь очень много различных улиц на поселке крылова объясню проще значит последний светофор который вы можете сделать с поворотом направо это сторону башни красная едете до упора вот здесь потом и вот она пожалуй сюда приехали если едете из центра города туда комсомольской и туда вверх только не до упора вверх не на площадку осмотра по хорошей дорожке приезжаете сюда но и ремонтируйтесь быстро хотя здесь делают и очень сложные машины